Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! В апокалиптических предсказаниях мы продолжаем проводить теологическую экспертизу. Сегодня под нашу экспертизу подходят карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19. На эту тему достаточно уже сказано. Есть масса объективных экспертиз. Не только, скажем, апологеты христианские или других там верований, ну и политики, в том числе различного рода эксперты, они дали достаточно жесткую оценку этим карантинным мерам. И для того, чтобы не быть голословным, я сразу озвучу ту оценку, которая сегодня общепринята в отношении прошедшего карантина. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Отношение к карантинным мерам, оно, скажем, эволюционирует. Если в январе 2020 года было совершенно уместно, там, естественно, ожидать после объявления болезни самой по себе, что, ну, необходимы, да, действительно, карантинные меры, это, естественно, при любой эпидемии какие-то принять меры. Но если мы с вами находимся уже этот бесконечный, нескончаемый, скажем, в своих спиралях, витках, каких-то философских уже этот карантин, которому конца края нет, и такие прогнозы звучат, что не то, чтобы мы там потеряли всякую надежду, мы смысл всякий потеряли. И вообще человек вот в этой ситуации, он теряет способность вообще анализировать ситуацию, что, по сути, там происходит. И если нам, скажем, в начале 2020 года какие-то там аналитики, эксперты предупреждали, что, ну, в марте начавшиеся локдауны, там, карантины, всевозможные ограничения. Ну, самое большое, где-то в середине июня они отгремят и все успокоится. Это даже такая позиция не устраивала человека, обывателя, которому нужно, по сути, жить. Но прошло уже почти год, прошел сначала этих карантинных мер, и конца края их нет. Но когда мы слышим, слышим, ну, некоторые прогнозы, что все, весь этот кошмар, весь этот фантастический трейлер продлится до 2025 года, мы даже не делаем круглыми глаза. Мы понимаем, что все возможно сейчас, все возможно. Так вот, что касается оценки карантинных мер, эксперты солидарны в этих оценках, и все дружно говорят одну и ту же мысль, которую я просто сейчас повторю. Ну, несколько фактов добавим к тому, что урон от карантинных мер, урон, те последствия, драматичные последствия, они значительно превышают, скажем, предполагаемые, я не говорю настоящие последствия болезни самой, сколько людей заболело, сколько людей находится там в тяжелом состоянии, сколько людей умерло. Даже если бы поставить самые пессимистичные прогнозы по преодолению этой болезни, то они не будут, ну, не делают ничего хуже для людей, чем вот этот самый пресловутый карантин. Что, по сути, сделал или усугубил, ну, я, в общем, этот термин буду использовать, он, может быть, не везде уместен, но он чаще всего звучит, он называется карантин. Или некоторые говорят локдаун, ну, для русской речи слуха больше понятно, как карантин. Что, по сути, сегодня происходит, какая тенденция, она обострилась, она открывается, и вот в этих карантинных мерах мы наблюдаем все более четкое разделение человечества. Оно-то, в принципе, это разделение, оно давно уже существует, оно давно. Оно началось с того момента, как Ной вышел из Ковчега, люди начали разделяться на больших, малых, богатых, бедных, сильных, слабых, умных, глупых и так далее. Но последствия, всевозможные витки развития человечества, они начинали формировать определенные группы. Так вот, сегодня две группы в человеческом сообществе разделены, и эта пропасть между ними растет. Одна из этих групп, она порождена, скажем, некоторыми тенденциями глобализации всемирной и всем прочим, и мы ее назовем, эту группу, это элита человеческого, какая-то элитарная часть всего человеческого сословия. В эту элитарную часть входят владельцы, скажем, всего национального достояния планеты. По таким, скажем, примитивным подсчетам, все национальное достояние планеты, оно принадлежит 5% населения. При этом 50% населения планеты живет за чертой бедности. Много подобных цифр. И вот это деление человечества на элиту и всех остальных, оно в последнее время наиболее четко вырисовывается, вот в таких даже, в таких ситуациях, как настоящий карантин. Я немножко по этому поводу объясню, почему мы можем так с вами утверждать. Ну, во-первых, говоря о последствиях карантина, что самое страшное мы видим в этих последствиях, в общих чертах, сами по себе действия карантина. Ну, во-первых, они спровоцированы были, спровоцированы, они были введены в действие именно посредством влияния на мировую историю, скажем, этих самых элитарных структур. Почему мы можем так смело заявлять? Потому что невозможно было правительствам всего мира прийти к такому единому согласию по поводу карантина без давления на них элитарных структур. То есть, задавая вопрос, по какой причине правительство различных государств, понимая четко, зная, имея цифры того, что карантинные меры для каждого государства станут большим убытком во всех отношениях. Это экономический убыток, это падение их политического рейтинга и, конечно, дальнейшее там обеднение людей. И, ну, самое, скажем, неприятное, что карантинные меры, по сути, они не принесли решение самой главной проблемы, которая того, что они от болезни никого не защитили. Доказательством тому являются новые витки болезни. Если карантин имеет, скажем, такое действие, локализующее, почему он не подействует? Да потому что он не для того объявлялся, этот карантин. Он не для того вводился на планете, на планете. И продолжая вопрос, по какой причине правительство принимает такие решения против самих себя, по сути? А причина очень простая, потому что весь мир сегодня, оно все человечество, все страны, скажем, все государства находятся под прямым влиянием элитарных структур. Это не конспирологическая версия. Это не какой-то миф, там легенда и сказка. Это по факту. Как мы можем это легко очень подтвердить или доказать? Ну, это уже вопросы политической экономики. И, я думаю, специалисты в этой области, они согласятся с теми доводами, которые я сейчас предлагаю. Уже достаточное время, достаточное время, ни одно государство нашего мира не способно влиять на процессы ни внутри него, ни извне него. Причины на то или предпосылки? Предпосылки характера и экономического, и политического, и отчасти духовного характера причины. Ну, смотрите, экономика мировая на сегодняшний день, она полностью контролируется транснациональными корпорациями, инструментом которых отчасти является Всемирная торговая организация. Ну, о чем я не буду говорить подробно. То есть, существует такой экономический рычаг. Этот экономический рычаг может воздействовать на целые, скажем, группы государств. Этот экономический рычаг никому и никаким образом не подчиняется, он никем не регулируется, а только, ну, скажем, какой-то коллеги, которые управляют в частности отдельными транснациональными корпорациями или их синдикатами. То есть, они влияют на всю мировую экономику, не учитывая при этом интересы стран, интересы народов, интересы нации, интересы граждан. Поэтому в любой момент они могут повлиять существенно на всю мировую экономику. Если мы говорим с вами о возникающих кризисах, которые сокрушают человечество, ну, по крайней мере, наблюдаются это экспертами с первой половины 19 века. Каждые 10, 11, 12 лет мир сокрушается экономическими кризисами. Этот кризис сегодня, скажем, там, с 14 года не прекращается, не было ему еще завершения. Мы помним прекрасно кризис 2008 года, сокрушающий экономику, мира всего. Мы свидетели кризиса 1998 года. Что делает кризис? Кризис богатых делает богаче, бедных делает беднее. Кризис бьет, прежде всего, на малый и средний бизнес. Поэтому и современный этот локдаун происходит в контексте глобального экономического кризиса. И отчасти какие-то вопросы экономические в нем решаются, но они не основные, эти вопросы. Если говорить о последствиях непосредственно карантина, который-то, по сути, не завершился. И мы не будем удивлены, если он будет длиться 21, 22, 23, 24 год. Нет никаких гарантий, что этот ужас прекратится. Абсолютно нет, все непредсказуемо, все непредвидено, потому что структуры, которые управляют этим процессом, они совершенно ни в чем не заинтересованы. Их, ну, скажем, не волнует тот вопрос, который и стоит во главе угла всех карантинов. Смотрите, объявление карантина происходит под лозунгом «человеколюбие». То есть, почему объявляется какая-то ситуация напряженная для того, чтобы людей защитить от болезни и от смерти. Но в результате принятых мер люди умирают, люди еще больше болеют, и люди страдают значительно больше, чем если бы эту болезнь отпустили во все тяжкие. Вот она, ну, казалось, это фантастическая, это волшебная вирусная болезнь, что наблюдается в последствиях карантина. Да, конечно же, прежде всего проявилось, выявилось, нарисовалось так, открылось, такое неприкрыто, ну, такое циничное отношение всему человеческому. То есть, права человека в этом, достоинства человека, вообще звание самого человека, оно ничего совершенно не стоит, оказывается. Кажется, человек это даже не существо, это какая-то единица в реестре, которую вычисляют миллионами, там, миллиардами, и он ни для кого не значит ничего. Вот это вот когда-то в прошедших веках прозвучавшее, что человек, это звучит гордо не актуально сегодня, потому что человек, оказывается, не имеет никаких прав, он ничего не решает. В любой момент, смотрите, самое страшное последствие вот этой всей ситуации, нам с вами всем показано, что наша свобода есть ничто, наши права ничто, наша жизнь ничто. В любой момент все это может быть оборваться, и достаточно просто любого прецедента, чтобы человека лишить его человеческих прав, но мы к этому, собственно, привыкшие. Нас не надо в этом, ну, подчеркивать такое бесправие человека, поскольку всем правит элита, элита. И вокруг чего вращается сегодня вся человеческая история современности? Она вращается, первое, вокруг жизни самой элиты. И от элиты питаются все те, кто ее обеспечивает, все те люди, которые полезны для этой элиты. То есть, значит, человеческая элита, она стремится заработать сверхприбыли. И не волнует планирование экономики, не волнует экология, не волнует жизнь людей, не волнует какие-то национальные и транснациональные интересы. Это никого не волнует. Кто-то должен получать прибыль. И кто-то должен восходить на какой-то педестал почета, там, славы и заботиться лично о себе, о своей семье и о своих окружающих. И всех тех людей, всех тех людей, ну, скажем, рабов, по большому счету, которые все это обеспечивают. То есть, нужно построить, ну, в чем заинтересована элита? Только в той сфере экономики мировой, политики мировой, культуры мировой, которая необходима для обеспечения жизни элиты и тех, кто ее обеспечивает. То есть, работник. Это небольшое число людей в мире. В каком положении оказываются все остальные? Если мы слышим сегодня в каком-то всемирном заговоре, что людей пытаются там уничтожить, там, тем, 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 то все значительно проще. Для того, ну, как можно уничтожить человечество? Да очень просто. Его можно не поддерживать. Ему нужно перекрыть вот эти все русла, которые его питают. Прежде всего, наступить на горло его достоинства, показать, что у него нет права лишить его какого-то смысла, перспективы, радости. Лишить его, ну, возможности самому зарабатывать себе на жизнь. Вследствие этого карантина миллионы людей потеряли работу. Понимаете? Миллионы людей. Вот, с одной стороны, инициаторы карантина, они с этим лозунгом «все для людей из-за человека». Вот один человек, вот он не должен заболеть. А то, что человек потерял работу, потерял средства для существования, ему нечем платить свои кредиты, ему нечем оплачивать коммуналку, ему нечем кормить нормально свою семью, ему нечем отправлять детей в школу, одевать и так далее. Это не считается проблемой абсолютно. Но это последствия карантина. Если говорить о цифрах, я остановлюсь только на одной цифре. Эта цифра прозвучала в каких-то экспертных определениях одной из комиссий Организации Объединенных Наций. Было предположено, что вследствие карантинных мер, связанных с ковидом-19, угроза голода будет нависать еще на 220 миллионов людей нашей планеты. Согласитесь, цифра более чем серьезная. Она никого не волнует абсолютно. Почему? Потому что карантин, он не страшен элитарной части населения и всем тем людям, которые их обслуживают. А карантин сегодня потихонечку выживает с планеты, все оставшееся население. Возвращаясь к размышлениям о солидарности правительств всех государств, которые поддержали карантинные меры, даже не исследуя самого процесса развития вируса, даже не понимая, о чем идет речь, у нас возникает вопрос. Почему такая солидарность? Солидарность, потому что она навязана, эта идея. Она навязана. Мы скажем, почему люди это выполняют? Почему не поступят? Да потому что все, вся мировое сообщество сегодня, оно зависит от транснациональной корпорации. Все сидят на кредитах мировых банков и Международного валютного фонда. Если ты, как правительство, отказываешься участвовать в каком-то общем проекте, тебе перекрывают подачу очередного транша кредита, и ты просто исчезаешь, как политическая и социальная и духовная единица в этом мире. Понятно, это никто не идет. Вот, это уже другая тема. Когда мы задаем вопрос, мы в этом отношении, когда мы видим солидарность всех стран, понимаете, то политарии всех стран соединяйтесь, сейчас медики всех стран соединяйтесь в борьбе за здоровье людей. Давайте так поставим вопрос. То есть причиной объявления локдауна везде и всегда за последний год было здоровье человека. Правильно, да? В таком случае. Почему в других вопросах, которые существеннее влияют на здоровье миллиарды людей, нет такой солидарности? Вообще нет солидарности. Вообще вопрос не поднимается. Разве никому не известно, что ядерные испытания, проводимые ядерными державами, периодически в тех или иных местах, какое они заражение несут в воде, почве, сколько людей погибает от этого пострадиционных воздействий. Ядерные отходы, где сейчас склоняются, кто может сказать, химические отходы, а это воздействие на миллионы людей, на целые страны. Транснациональные корпорации чаще всего на территории слаборазвитых стран или финансово зависимых стран выстраивают громадные химические концерны. Почва заражается в сто раз превыше нормы. Воздух зараженный, вода зараженная, экология никакая. Получается мертвая, серая зона, покрытая лунной какой-то пылью. Миллионы людей. И это никого не волнует. Почему нет локдауна? Почему не бьет на бат во весь мир, когда разрушается планета, только потому, что кто-то зарабатывает себе сверхприбыль? Но тема наша, она, конечно, больше развивается в теологической экспертизе этого вопроса. Когда мы с вами рассматривали социологическую экспертизу, там эти все вопросы поднимались. Я просто привел доказательства того, что последствия карантина, они просто совсем другое место в понимании имеют, чем последствия болезни. Совершенно другое. Мы находим какую-то тенденцию страшную. Просто страшную тенденцию. Если будет вот так развиваться ситуация, ну, вообще в истории человечества, то мы, но я неправильно сказал, что, значит, если бы так, она так развивается уже. И мы с вами становимся перед фактом каких-то существенных, существенных глобальных перемен. То есть есть глобализация, есть действия глобализации, есть последствия глобализации. Вот мы с ними с вами уже и встретились. Глобальный полицейский террор. Такой интересный тренинг проведен по всей планете, он еще не остановлен. Значит, нажата кнопка, даны приказы, и все стали на своих местах. И, по сути, задача выполнена, тренировка прошла или проходит, скажем так, успешно. Что мы в этом видим? Я перехожу к теологической оценке, потому что социологической экспертизы не хватает у нас ни терминологии, не хватает категории оценочных. Что же все-таки происходит? Какой характер этого карантина? Я назову его одним словом. Этот характер античеловеческий. Он против человека как личности, против человека как живого существа, как такой биологической единицы, как социальные единицы, как групп социальных, как его культуры, его прав и всего прочего. Что мы называем с вами человека? Что мы называем античеловеческим? Мы называем с вами тенденции, действия. Знаете, с одной стороны, вот все люди, вообще все структуры, которые участвуют в этой истории, в этой последней всей истерии, которой мы участники и свидетели, никто никому зла не желает, понимаете? Все добры, вот сама доброта, то есть медицина хочет, чтобы все вылечились. Медицина боится, чтобы лишний человек не зародился. Экономика там свои какие-то выдвигает проблемы, говорит, давайте мы побыстрее, мы будем какие-то гранты там выделять. Все, если взять каждого отдельного человека, там чиновника, правителя, участника чего-то, полицейского того же, все они искренне настроены, чтобы всем было хорошо. А в результате что получается? А всем очень плохо. И говоря, называя какие-то явления античеловеческими, мы что наблюдаем? Почему мы их так называем? Смотрите, какой термин вырисовался. В теологии, в теологии, ну, принято применять термин антихристианский, понимаете? И вот тема антихриста, она как бы актуальна сегодня на эсхатологических площадках. Но я говорю не антихристианский. Почему? Потому что мы сегодня даже имеем дело с такой эпохой, которую можно назвать постхристианской. Христианство уже, ну, какими-то секулярными программами, оно уже, ну, настолько задавлено по сути, по своей, по своей основной идее, что приближается то время, в котором в апокалипсисе предсказано, что этот самый зверь, этот самый антихрист, он победит святых. И мы свидетели вот этого страшного сражения, страшной победы. Поэтому, ну, ни у кого даже не возникает этой, ну, идею антихристианства. Почему? Да потому что во время этого карантина все были на равных. Вот почему я не хочу выделять антихристианские тенденции карантина. Да, каким образом карантин на христианство повлиял? Запрет там на массовые собрания и все прочие там меры, которые давили на человека, на его религиозные чувства и на все прочее. Да потому что все были, скажем, в одинаковых условиях, на равных площадках. Все. И шоу-бизнес там пострадал, какие-то там сообщества. Просто даже любая форма общения человеческого, она была атакуема невидимыми, непонятными силами. Эти силы говорят, что мы вас любим, мы вас обожаем, мы желаем, чтобы жизнь ваша сохранилась. А при этом разобщение между людьми, взаимная неприязнь, ненависть, подозрительность, неопределенность. Люди и так последние годы под влиянием этих всех либеральных тенденций, под влиянием гуманизма, трансгуманизма, они все больше удаляются друг от друга, люди боятся друг друга. И философ древний не случайно сделал такое заявление, что нет страшнее зверя, чем человека. Особенно если человек борется за какую-то там власть. Поэтому, называя вот эти действия, эту всю тенденцию развивающейся античеловеческой, мы подразумеваем, что в этих действиях проявлено нескрываемое презрение к человеку. С одной стороны, человек говорит, что его любят, с другой стороны, его цинично презирают. Демонстрация силы и превосходство силовых структур на семья с остальными людьми. И сегодня герой, кто человек с дубинкой, человек с автоматом, человек вооруженный, человек в каске, человек с каким-то щитом, человек, которого много очень, против этого несчастного обывателя, которого ничего нет по сути. У него ничего нет. У него и денег нет даже, чтобы что-то ему из себя представить. Его бояться-то не нужно сегодня. Друзья дорогие, послушайте, почему сегодня нет никакой опасности там, революции. Ее нет, потому что она невозможна. Потому что этого человека, его поставили в такое уже положение, в такую ситуацию, что это не 1917 год, когда помещики с вилами поднимали на потроха помещиков, поднимали крестьяне. Это не то время. Это не то время, когда рабочие там... Сейчас это не то время. Никто не пойдет сейчас. Потому что человек сегодня, рассматривая опыт своих родителей и прародителей, понимает, что это очень дорого стоит. И редкий-редкий сегодня человек, даже слишком провоцируемый, он пойдет на какие-то баррикады. Потому что ему, ему по большому счету дорога своя собственная шкура. И сегодня шансов никаких нет. Вот такое время, эпоха наступила. И такой всемирный локдаун, он показал действенность, эффективность того же полицейского террора. Мы понимаем, что вот это время, оно обозначено полнейшим игнорированием мнения человека. Ну, если какие-то и вопросы задаются, какие-то, ну, скажем, такие имитируемые статистические опросы, они не выражают мнения всего народа. Народ, собственно, и не выражает свое мнение, потому что это мнение никого не волнует. Одно и второе. Люди понимают, что бы они ни высказывали, это ни на что и никак не повлияет. Удивительная ситуация развивается сегодня вот в этой античеловечности. Мы говорим, что Всемирная Организация Здоровоохранения вот крайне озабочена здоровьем людей. Как бы оно и правильно, да, озабочено, чтобы люди не болели. Но по какой причине подобная структура в Организации Объединенных Наций, которая занимается, ну, скажем, Комитет по правам человека. Почему этот Комитет не встревожен? Почему этот Комитет не делает своих опросов? Почему Комитету этому неинтересно? Его не волнуют нарушенные вот таким образом глобальные права человека, когда человека помножили буквально на ноль. Просто его взяли, помножили на ноль. Множить можно, делить нельзя, а множить можно. На ноль помножили, и он стал ничем. Был никем, ничем, остался еще более нулевым. Никем и ничем. Вот это все мы называем античеловеческим характером карантина. Какой мы делаем с вами настоящий момент вывод? Что эти все тенденции, они алогичные, они бредовые. Они противоречат элементарному здравому смыслу. Поэтому их корни нужно искать в теологии. Это уже не человеческое. С одной стороны, вот транснациональные те же корпорации, добивающиеся прибыли, там ведь здоровые, здравые и здравомыслящие люди работают. И по большому счету, они, ну, казалось бы, должны быть заинтересованы каким-то общим результатом. Знаете, что такое общий результат? Что такое человечность? Человечность – это когда все заботятся о всех. Ну, так называемый социальный утилитаризм. Ну, если мы говорим об этике. Это хорошая позиция. Если всем хорошо, то хорошо и мне. Верно? Ведь и тому же там олигарху, и тому богатейшему человеку. Но было бы приятно, если бы люди его уважали, они проклинали. Если бы он делал добро, наслаждаясь этим добром. Если вокруг его расцветает его там нация. Если человечеству становится жить лучше. Если бы люди на самом деле, вот если бы представить себе, ну, такую сказку придумать, которая может во сне когда-то присниться, что, ну, например, вот мы предположим себе, что есть проблема там, есть болезнь, есть болезнь, есть ковид-19. И карантинные меры направлены на что? Что собрались там олигархи всех, а их там, ну, людей, которые обладают миллиардным состоянием в долларовом эквиваленте. И их уже, они тысячами считаются. Если бы они, ну, поставили задачу, что, ну, в опасности планеты, по большому счету, ну-ка, давайте-ка мы покажем нашу силу, покажем нашу, ну, сплоченность, покажем нашу доброту. Ведь мы людей любим, ведь мы сами люди. Вы понимаете? Вот какая мысль забывается в античеловечестве всем. Что люди забывают, что они люди. Они люди. Они так же дышат. Они смотрят. Они мыслят. Только один мыслящий уничтожает другого мыслящего. Это неправильно. Это не по-человечески. По-человечески олигарх стал бы лечить своих людей. Олигарх бы построил за две недели фармакологический комбинат. Он завалил бы свою страну шприцами, антибиотиками, масками. А что мы наблюдаем? А мы наблюдаем противное. Если цевтериаксон там стоил, грубо говоря, 10 центов, он стал стоить уже 20 центов. С чего вопрос, понимаете? Из любви к народу своему. Из любви. Ты разве заработал? Ты не заработал на этом ничего. Но ты по какой-то причине настроен агрессивно и равнодушно. Не нужны никакие программы для того, чтобы уничтожать человечество. Просто ему не нужно ничего сделать. Его закрыли в каком-то стойле. И иногда его чем-то там немножечко питают. Но чаще всего позволяют ему питаться какими-то природными ресурсами. О нем никто не заботится. Социальные программы на мировом уровне не то, что заморожены, а не уничтожены. Где бесплатная медицина? Где бесплатное образование? Где вот та социалка для людей, которые находятся за бортом жить? Да, она есть где-то там отчасти в каких-то процентах, долях. Но по большому счету люди отданы сами себе. И все прекрасно понимают, что эта атмосфера античеловечности, она имеет характер прежде всего духовный. И вот делая выводы вот с этого анализа, это уже теологический анализ ситуации, мы приходим к выводу, что это что-то ненормальное. Ненормальное. И завершая сегодняшнюю тему, я хочу сделать следующий вывод. То, что мы сегодня видим, можно назвать одним простым таким словом. Это зверство. Люди так не поступают. Так поступают звери. Что, чем занят зверь или его идея основная зверя? Зверь исключительно переживает о том, чтобы ему покушать и ему оборудовать свое логово. И больше ничего его не волнует. Зверь. Если ему кто-то мешает, он его уничтожит со своего пути. Ему нужно покушать, он кого-то съест. Он накормит своих детей. Крокодилица, она кормит своих маленьких этих крокодилят, скажем так. И чудовище скармливает своих детенышей. Это слова из Священного Писания. А больше его ничего не волнует. Это мы-то и наблюдаем. А следы зверя мы находим где? В библейских предсказаниях. И на этом моменте сегодняшняя беседа наша с вами подошла к концу. И следующая беседа мы рассмотрим с вами, где в библейской теологии находится зверь, что он из себя представляет и как мы связываем с историей или характером этого зверя современные события и современную эпоху.